МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живут на одной улице или в одном дворе. Улица строителей лично мне напоминает Одесские переулки. Мы идем в гости к Валентине Васильевне Котельниковой. Сейчас февраль, но настроение у нас новогоднее. Ведь по иронии судьбы живет эта женщина по адресу улица строителей 25, квартира 12. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квартира 12. Да. Валентина Васильевна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Встретився» здесь с дачью. Там можно курить? Проходите, пожалуйста. Квартира по знаменитому киношному адресу Валентине Васильевне досталась больше 50 лет назад. В двухэтажном доме друг друга все знают и всегда рады гостям. А это тезка Валентины Котельниковой и могилевчанка Валентина Буткевич. Живет на другом конце улицы строителей и в предвкушении знакомства заметно волнуется. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А я вас знаю. Вы одноклассница моей старшей сестры. Правда? А ты, Валя? Да. Все, младшая сестра. Очень рада. Неожиданно для всех наши соседки оказались давними знакомыми. Последний раз виделись еще школьницами. Теперь уже бабушки. Это мои внучки. Три внучки у меня. Самой маленькой было два годика. Третьего один варианта. Валентины взахлеб стали вспоминать одноклассников и любимых учителей. Выяснилось, что нашей школе 50 лет. Она построена была в 1964 году. Представляете, как это здорово, 50 лет, сколько прошло обучающих, сколько маленьких, больших людей здесь выросло. Свою уютную улицу ни за что не променяли бы на Большой проспект где-нибудь в центре, уверяют Валентины. В их юности здесь не было ни высоток, ни новых магазинов. Зато соседи дружили всем двором. Раньше это не улица строителей была. Это была станция Морилев-2 называлась. Но тогда больше мы дружили. Наших два дома, это было вообще, это сейчас дворники есть. А раньше дворников не было. Мы свои дворы убирали сами. У нас устраивали наши родители, уже наши родители, устраивали субботники. Каждую неделю мы все дружно, и мы детворой тут убирали, все делали. У нас клумба огромная была во дворе. У нас вообще красивый двор был. Действительно были всевозможные игры, всевозможные состязания. Это начиная от футбола, хоккей летний, баскетбол, штандер. Это, говорю, то, что у нас двор был настолько спортивный. Да, да, да. Заселяясь на улицу строителей в 1961-м, Валентина Васильевна и подумать не могла, что скоро ее адрес будет знать вся страна. На Тихорецкой состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Вагончик тронется, перрон останется. С кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Вот фильм в 1976-м году также вышел первый раз. Тогда, конечно, было интересно. Тогда смотрели, соседи старые тут все еще живы были, все бегали, сейчас все поменялись. Бежали, вы слышали, вы видели, вы смотрели, вы видели, какой у вас адрес. Со знаменитым фильмом хозяйку, кроме адреса, мало что связывает. Иронию судьбы здесь, конечно, смотрят, правда, заливную рыбу не готовят. А 1 января у Валентины Васильевны еще и день рождения, так что праздник двойной. Оркестр гремит басами, трубач выдувает месть. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь, не иметь. Станут ли наши Валентины дружить или останутся просто хорошими знакомыми, покажет время. Если и вы не прочь вот так познакомиться со своими соседями, свяжитесь с нами, и, возможно, вы тоже станете героями нашей программы. Ведь так приятно вдруг услышать дружеское «Привет, сосед!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok